книга открытым оком том 7 тема священство вопрос 1943 почему в епископы ставят не прежде как человек отречется от семьи разве семейная жизнь удаляет от бога отвечает игнатий тихонович лапкин бог не отдаляет а монахи отдалили всех женатых от управления церковью и захватили всю власть свои руки не надо было им давать сначала а теперь они уже никогда не отдадут эту власть это очень хорошо отмечает отец григорий петров прочтите его письмо к митрополиту антонию в книге нашей к истинному православию эта установка быть епископом только неженатому не просто не евангельская а прямо противоевангельская и сколько бы апостол павел не говорил владыченком это но с них как вода с гуся им хоть кол на голове тиши они будут тешить себя свою властью безразмерной и безраздельной над тупостью нашей 1 тимофею 3 2 но епископ должен быть не порочен одной жены муж трезв целомудрен благочинин честен странно любив учителен требования которые ставятся к пресс-фитеру относятся полностью и к епископу так как этим названием раньше звались и тот и другой титу 1 5 15 для того я оставил тебя в крыти чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресс-фитеров как я тебе приказывал если кто не порочен муж одной жены детей имеет верных не укоряемых в распутстве или непокорности ибо епископ должен быть не порочен как божий домостроитель ни дерзок ни гневлив ни пьяница ни бийца ни корыстолюбец но странно любив любящий добро целомудрен справедлив благочестив воздержан держащийся истинного слова согласного с учением чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать ибо есть много и непокорных пустословов и обманщиков для чистых все чисто а для оскверненных и неверных нет ничего чистого но осквернены их и ум их и совесть а а когда из каждого года конкретно возникло это безбожное установление что епископы должны быть только монахами неженаты сегодня никто не укажет думаю что сразу же как ушли в мир иной апостолы стали переделывать жития стилизовать их переписывать так о жизни апостола фомы пишут столько не суразец а история и не сохранила из его биографии ничего более написанного в евангелии а остальное мифы и легенды монахов житие святого василия великого память 1 января однажды перед святым василием оклевет он был брат его епископ севастийский петр про него сказали что он будто бы продолжает сожительство женою своею которую оставил перед посвящением епископы епископ уже не подобает быть женатым василий увидев невестку свою сказал здравствуй сестра моя лучше же сказать невеста господня я пришел сюда ради тебя она отвечала здравствуй ты причестнейший отче и я давно уже желала облобызать твои честные ноги затем василий повелевышу упомянутым пяти добрительным мужам чтобы они всем рассказали о том что видели и те поведали народу как они видели в церкви ангелов божиих витавших над одром блаженного петра и супруги его и намощавших ароматами непорочно их ложа после сего все прославили бога очищающего угодников своих от лживой клеветы человеческой красиво жить не запретишь хочу живу как надо что совесть скажет вопреки считайте за ограду писания божьего никто не отменил не спрятал не превратиться бы в скотово просите писание божия никто не отменил не спрятал не превратиться бы в скотов с грехом как барса пятна не стоит выгоду искать за счет полей другого когда устал и ляжешь спать прославишь иегову храни что есть свободу честь под старость все сгодится необходимо нам учесть что ценен плод не листья красиво жить не есть и пить красиво одеваться припрятать больше накопить хватая полной пастью красиво значит со христом по заповедям божьим в душе евангелию престол и божий страх подножье согласно с волею творца довольным быть веселым с благословением роса падет на наш поселок красивые юноши отвагой и целомудрием девицы не любит милостыню скряги грибы сушеные их лица красиво хочется пожить с женой красивой повенчаться ничем не пользуйся чужим жить со христом нет выше счастья 19 июня 2003 год игнатий лапкин